Физкульт привет друзья! Сегодня поговорим о натуральном тренинге и не очень, а в ряде большинства видеоблогов, где ведущие герои, используя фармакологию, дают советы тем, кто тренируется натурально или только начал тренироваться. Сегодняшнее видео можно смотреть без видео. Да, лучше сегодняшнюю информацию просто слушать. Видеоряд никак не будет связан с тем, о чем я буду рассказывать. Поэтому, кому не принципиально, можете просто слушать. Я бы не трогал эту тему вообще, если бы не было такой острой необходимости. Ведь по сути, из-за безграмотных советов про химических атлетов, обычные люди теряют веру в достижение построения мощного тела без фармакологии. А это возможно. Конечно же, не такого как на журнальных обложках, вы никогда не станете таким же как участник олимпии или какого-нибудь другого про шоу. Но построить мощное мускулистое тело без фармакологии возможно. Для этого нужно слушать тех, кто тренируется, не используя фармакологию. В основном об этом мы и будем говорить. Пришла пора раскрыть все карты и рассказать правду. Ведь нам пытаются внушить, что стероиды не главное. Что главное правильные тренировки и генетика. Что веса не важны, а важно чувство мышцы во время работы. Это и правда и неправда. И дальше вы поймете почему. Я сам смотрю многих видеоблогеров. Я сам хотел бы быть таким же монстром массы. Но говорить, что стероиды не важны, это неуважительно по отношению к простым людям, которые смотрят копируют, подражая чемпионам во всем. Свято веря, что станут такими же большими и сильными. Вот только научатся чувствовать мышцу. Или еще какую-нибудь другую ерунду, которую советуют прохимические атлеты. Ведь поймите, то что вы видите на экранах зачастую не есть то, что является в жизни. Все вы знаете плюшевую бороду, который постоянно говорит, что нужно ебашить и ебашить, что только не пропуская тренировки вы сможете чего-то добиться. Но если вы будете тренироваться так каждый день, это все равно, что биться головой в стенку. Когда-нибудь вы ее разовьете. И поверьте мне, я знаю, знаком с ним лично, в жизни он совершенно другой человек, не такой. Просто нужно понимать, что это промоушен, промо-акции, реклама самого себя, самого канала, своего бренда. А плюшевая борода это бренд в Америке. Теперь он стал брендом и в России. И за просмотры на ютюбе он получает колоссальное количество денег, плюс спонсорские вливания. Вы должны это понимать. Сам человек он неплохой, но он всегда говорит о том, что он никогда не применял стероиды. При этом он является действующим чемпионом по подъему штанги на бицепс. Ну, кто разбирается, я думаю, даже не нужно объяснять, что это такое. Это полный бред. Скажу прямо, не используя стероиды, никто никогда не станет похожим на чемпиона. Повторюсь, даже применяя стероиды, не факт, что вы станете похожими на чемпиона. Это правда. Но если стероиды, как говорят все вокруг, не так важны, почему же все их применяют? И я сейчас говорю не только о культуристах или силовых видах спорта. Я говорю о всем большом спорте, включая шахматы. На олимпийских играх нет ни одного спортсмена, не использующего допинг. По статистике, собранный еще в 2000-х годах бодибилдинг по применению стероидов находится всего лишь на шестом месте. Его опережают бокс, американский футбол, НХЛ, бейсбол и легкая атлетика. Просто людей, тренирующихся исключительно ради роста мышц, видно, как говорится, невооруженным взглядом. В отличие от того же легкоатлета, которого никто и не заподозрит в применении допинга. Про шахматиста я уже и не говорю. Кстати, самые опасные для спортсмена люди, это антидопинговые комитеты, которые диктуют, какой допинг будет ловиться на очередной олимпиаде, а какой не будет, продавая эту информацию и зачастую сам допинг. Естественно, не напрямую. Но зло его даже не в этом, а то, что спортсмены, чтобы на равных конкурировать с другими атлетами, вынуждены принимать допинг, хотят они того или нет. Либо ты в спорте, либо ты дома. Который выводится из организма быстро, не оставляя следов. Это я сейчас говорю о допинге. Да, чтобы участвовать на соревнованиях, необходимо принимать допинг. Необходимо применять такой допинг, который не поймает допинг-контроль. Следовательно, это должен быть быстрый допинг, который выйдет из организма очень быстро, перегружая тем самым всю вашу выделительную систему. В этом и является основной вред допинга. Самый безопасный допинг, самый безопасный стероид, называйте как это хотите, тот, который медленно выводится из организма. Естественно, не перегружая выделительную систему человека. Все знают, что принимают, но продолжают играть в эти игры. Ведь это еще помимо большого бизнеса и большая политика. Обратите внимание на кого в первую очередь всегда ловят на играх. Ясное дело, с какой целью и как, и когда, и в какое время это происходит. Говорить, что стероиды опасны, это все равно, что сказать, что опасен мед или аспирин. Вы, конечно же, удивились сейчас и подумали, что я сам не понимаю, о чем говорю. Но задумайтесь над следующей информацией. Андрогенно-анаболические стероиды, это медицинские препараты, которые были придуманы и разработаны исключительно для тяжело больных людей, попавших в аварии. Это потом они уже перешли в спорт. Для людей, которые перенесли сложные ожоги или те, кто заболел спидом, уже позже, конечно. Для тех, кто болеет спидом, стероиды позволяют мышцам оставаться на теле человека, не атрофироваться. Во всех этих случаях люди, которые находят зачастую при смерти, принимают данные препараты, ибо они помогают им сохранить мышечную массу, как уже говорилось выше. Ибо атрофия мышц сама по себе очень опасна. Теперь задайтесь вопросом, как то, что было создано для таких больных людей, тяжело больных людей, может убить или навредить здоровому человеку? Задайтесь вопросом, почему сейчас по всему миру, и в Америке, и в Европе, людей лечат, преимущественно мужчин, этими препаратами? Я вам скажу, именно из-за того, что так мало информации, и что она под запретом, люди получают проблемы со здоровьем, принимая андрогенно-анаболические стероиды. И я говорю сейчас преимущественно о молодых людях, кстати, которым принимать стероиды вообще не нужно, потому что гормональные всплески в их организме природой заложены. Ведь когда-то раньше, еще не прошло и 50 лет с того момента, когда все спортсмены открыто относительно принимали данные препараты, и государство, и спорткомитеты поддерживало, развивало, исследовало данный вопрос. Чтобы понять всю глубину, всю суть проблемы, нужно понять причины, которые привели к подобному положению вещей. Первое, о чем вам стоит задуматься, это когда начали говорить о вреде и запрете анаболических стероидов. Началось все с того момента, когда большие деньги стали вкладываться во всеми нами любимый спортпит. Вы снова спросите, но как это связано с запретом на стероиды? И я вам скажу, что это и явилось основной причиной запрета. Представьте два продукта, которые принимают спортсмены, и не только, для достижения высоких целей, показателей. Но один работает на 100%, а второй не работает даже на 10%. Какой продукт вы будете приобретать? Ответ очевиден. Так вот, когда бизнесмены поняли, что андрогенно-анаболические стероиды стоят на их пути к обогащению, потому что они реально работают, а их продукты спортпита, которые не работают даже на 20% по сравнению с первыми, но очень дешевые в производстве и невероятно перспективны для бизнеса, да еще и не являются лекарствами, значит, могут производиться где угодно и кем угодно. Они, бизнесмены, разработали программу по запрету стероидов, как вредных и опасных, вложив огромные деньги в сенаторов, как это делалось всегда, еще во времена Рима. Пролоббировали законопроект о их запрете. Но сейчас они сами предстали перед ямой, которую когда-то сами выкопали. Дело в том, что фармацевтические компании, денег у которых, как вы понимаете, намного, если это слово подходит, больше, чем у людей, которые производят спортпит, увидели, какие огромные деньги проплывают мимо и хотят сделать то же самое с производителями спортпита, что когда-то сделали сами бизнесмены от спортпита с астероидами. Сейчас активно говорится о том, что такие БАДы, как наш с вами спортпит, которые сейчас выпускают обычные компании, не должны выпускаться никем, кроме как фармацевтической индустрии. Ведь это, по сути, может нанести большой вред, ибо только они, фармацевтические компании, могут контролировать производство и качество продукта с точки зрения безопасности производителя. Улавливайте историческую иронию в этом. И что-то мне говорит, что фармацевтики добьются своего. Скажу честно, мы, простые потребители, от этого, конечно же, только выиграем. По крайней мере, по логике так должно быть. А компании спортпита получат по заслугам. Это первое, что сподвигло весь мир на запрет андрогенно-анаболических стероидов. Второй стимул, еще более интересный и пугающий. И естественно, что практически 99,9% из вас об этом никогда не слышали. И даже в голову вам это не могло прийти. Знаете ли вы, что пенсионные фонды во всем мире это финансовые пирамиды? Да-да, сетевой маркетинг в чистом виде. А это здесь каким боком удивилось большинство, кто сейчас это услышал. Подождите, это только первая часть уравнения. Вторая часть заключается в следующем. Со времени Второй мировой войны, и это медицинский факт, уровень тестостерона, главного мужского гормона, у мужчин по всему миру упал в два раза. А это значит на 50%. Это страшная цифра. А это основной гормон для здоровья мужчины. Для здоровья и качества жизнедеятельности. Именно по этой причине так много мужчин умирает, не дожив еще и до 50 лет. Но как вам такое уравнение? Пенсионные фонды плюс упавший уровень мужского гормона равно запрет на стероиды. Кто сможет разгадать эту задачку? Не слушайте дальше. Остановитесь, задумайтесь и попробуйте прийти к какому-нибудь логическому выводу. Если у вас осталось хоть немного здравого смысла, и вы не прозомбированы до мозга костей средствами массовой информации, вы сами дойдете до решения. Задумайтесь еще о таком факте. Все вы слышали о болезни, которая называется синдром постоянной усталости. А еще 10 лет назад, может даже меньше, это не считалось болезнью. И я сам страдал этим заболеванием. И страдают им преимущественно мужчины. Подумайте еще почему. Подумайте как это лечится. И каковы причины этого. Кстати у Америки самая высокая продолжительность жизни. И самый большой внутренний долг. Не улавливайте никакой связи. Сейчас американцы, а я сам живу в этой прекрасной стране, сильно обеспокоены тем, что по слухам практически все пенсионные фонды на грани банкротства. И неудивительно, любая МММ, а мы с вами это знаем лучше всех, когда-нибудь рушится и хоронит под собой все. Если вы сомневаетесь все еще в моих словах, то просто наберите в поисковике сейчас здание пенсионных фондов Российской Федерации или страны, в которой вы живете. Вы будете шокированы увиденным. Ни у кого другого нет таких зданий для своих ведомств. Да и зданиями их не назовешь. Это дворцы. Это произведения искусства, ослепляющие своей красотой и величественностью. Даже священники спокойно курят в сторонке. Здания производят в такое впечатление, какое производили христианские храмы на древние племена варваров. Другого сравнения я привести не могу. Особенно это впечатлит людей, которые уже на пенсии или близки к этому возрасту. Причина этого явления очень проста. Я сейчас объясню смысл уравнения. Вы живете и всю жизнь пашете как раб, откладывая себе на пенсию. Все это время. Кстати, совершенно одинаковая ситуация и в России, и в Америке. Единственное, что американцы, выйдя на пенсию, живут в тысячи раз лучше, чем россияне. Хотя пашут американцы, скажу честно, гораздо больше, дольше и имеют меньше отпусков. Но из-за низкого уровня тестостерона вы умираете, не дожив даже до пенсионного возраста. И естественно, кормите этого монстра под названием пенсионный фонд, поддерживая пирамиду. Ведь ваши деньги не переходят никому из ваших родственников. Пенсионная машина живет за счет этого. В Российской Федерации так уж точно. Когда медицина столкнулась с проблемой такого сильного упадка уровня мужского гормона после Второй мировой войны у всего населения планеты, как вы думаете, что они сделали? Стали ли бороться за подъем этого гормона, от которого зависит здоровье, продолжительность и качество жизни мужчины? Стали ли они думать, как это исправить, как бороться с этим? Нет. Все, что они сделали, это понизили нормы якобы нормального уровня тестостерона у здорового мужчины. И на сегодняшний момент, приходя к врачу и сдав анализы на гормоны, а кто из вас делал это хотя бы раз? Хотя бы раз кому из вас посоветовал это сделать врач? Мы с вами заведомо в проигрыше, ибо даже если у нас с вами уровень тестостерона в пределах сегодняшних норм, по факту это ненормально низкий для мужского организма уровень, который и приводит ко всем последствиям в виде проблем со здоровьем, плохого качества жизни и, естественно, ранней смерти. Кстати, в Америке, если у вас уровень тестостерона ниже сегодняшней нормы, а это скажу вам вообще просто жесть, вам бесплатно пропишут тестостерон месяца на три, и даже за шприцы вы не будете платить. Что и произошло с моим соседом, который свои неполные 30 лет чувствовал себя постоянно уставшим, ослабленным, он не на это жаловался. Я посоветовал ему сделать анализы на тестостерон, хотя на момент, когда он мне это говорил, он где-то полгода уже вообще не работал. Благо его страховка позволяла ему это сделать, и что вы думаете? Гормон был на очень низкой отметке, ему сразу же прописали на три месяца прием тестостерона цепианата. И за время этого приема, всего за три месяца, он потерял почти 10 килограмм жира, стал чувствовать себя гораздо прекрасней, втянулся, ушел в живот. Это все было на моих глазах. И видно было по его жене. При этом, при всем, он даже не посещал никаких спортивных занятий, и не менял своих привычек в питании. А представьте, что было бы, если бы он еще и занимался с отягощениями. Пускай не пырял, как мы с вами, которые хотим сумасшедших объемов. Просто ходил бы и тренировался для своего удовольствия. Поменял бы свои привычки в питании. Об этом я часто говорил. Что бы с ним произошло, какие бы были вообще колоссальные изменения. А нам говорят, что анаболические стероиды вредны. Что они не важны. Да от них не умер еще ни один человек в мире. Все, что вам говорится, это полная чушь. Если какой-то спортсмен где-то умер, приписывают сразу это стероидам. Так вот, ребята, в бодибилдинге даже, те, кто умер, в основном умерли от диуретиков, либо от инсулина. Ни один человек еще в мире не зафиксирован, как умерший от какого-либо стероидного препарата. Не верите? Попробуйте найти опровержение. Конечно, сдуру можно и хрен сломать. Никто не спорит. Но в этом опять-таки виноваты правительства и допинг-контроль, которые позволяют свободно продаваться алкоголю, от которого умирают и рождаются уроды. А то, что реально может помочь при правильном и грамотном применении, приравнено к сильнодействующим веществам. Где логика, я вас спрашиваю? Логику государства вы должны понять просто по фактам, о которых я вам рассказал выше. Кстати, от аспирина умирает в мире за год почти 500 тысяч человек. Не верите? Опять-таки погуглите. От алкоголя 700 тысяч человек в Российской Федерации и 700 тысяч в Америке. Про другие страны я не знаю. Поэтому думайте, когда что-то говорите. Стероиды вредны. Ребята, от стероидов не рождаются дебилы. Стероиды никак не влияют на ваше потомство. Алкоголь влияет на вас. Вливает на ваше потомство. Я даже не хочу сравнивать два этих вещества, препарата. Называйте их как хотите. При том, что стероид это медицинский препарат. Алкоголь никогда не был медицинским препаратом. Алкоголь при всех плюсах, которые кто-то что-то может найти, все равно минусы превышают. Понимаете? Никогда в жизни я не слышал, чтобы кому-то сказали в больнице. Блин, ты так херово чувствуешь. На, выпей 100 грамм тебе полегчает. Но у каждого своя голова на плечах. Я просто делюсь с вами своими мыслями, теми фактами, которые я знаю, которыми владею, которые вы можете найти на сетях в открытом доступе. Поэтому делайте сами свои выводы. Еще вы можете найти в интернете много умников, которые ратуют за натуральный бодибилдинг, реальный культуризм, приводя примеры вреда смертельного вреда стероидов. Находя по всему миру умерших спортсменов в том или ином возрасте и узнав причину смерти, сразу на все тысячу процентов заявляют, что это произошло из-за применения стероидов. Но это так же глупо, как и обвинять в причине вызванной болезнь кофе или чай. Потому что все мы это пьем. А те болезни, которые приводятся якобы от смерти из-за стероидов, любой человек умирает от этих болезней. Любой человек подвержен риску подхватить какую-то ерунду и умереть от нее. Вот если бы человек, принимающий стероиды, умирал от какой-то болезни, которая присуща только людям, применяющих стероиды, в этом была бы логика. Повторюсь, чтобы до всех дошло. Мы умираем от одних и тех же болезней. Нет на сегодняшний момент ни одного факта того, что какая-то болезнь вызывается именно применением стероидов, что от нее умирают только качки или только спортсмены, или вообще только люди, которые сидят в тренажерном зале за франтеском. Нет, ребята. Все эти болезни присущи всем людям. И тысячи людей умирают от той же почечной недостаточности, от любой болезни. Понимаете? Не нужно слушать этот бред, который вам навязывают люди, которые уже в возрасте впадшим в маразм. Ну, кто знает, кто следит за интернетом, понимает, о ком я говорю. А теперь найдите в интернете людей, фотографии, принимающих стероиды, тех же качков в возрасте. Сейчас их очень много. Посмотрите на них. Хотели бы вы так выглядеть? Как они выглядят? И найдите фотоалкашей в любом возрасте. Какие еще вопросы и доказательства могут быть в пользу того или иного препарата? Даже не будем сейчас говорить о чем. Какие еще логические доводы нужны вам для того, чтобы сделать правильные выводы? Но поймите, я не являюсь сторонником применения стероидов или противником. Я считаю, что информация должна быть правдивой и объективной. А человек сам имеет право выбора. Вы же даете право выбора с такой дрянью, как алкоголь, против которого я вообще категорически выступаю против. Почему вы даете это право? Почему пиво во всех странах вообще не является алкоголем? А пиво убивает мужика сильнее любого стероида. Да, в перспективе именно тот, кто становится алкашом, начинает всегда с пива. Посмотрите. Многие об этом говорят и многие YouTube видео посвящены именно этому. Не такие профаны, как я, а конкретные образовательные учреждения, какие-то либо медицинские учреждения, выкладывают свои исследования. Вы можете в этом убедиться. Поэтому, ребята, хватит слушать этот бред о вреде стероидов. Лучше учите своего ребенка, что не нужно бухать, что нужно заниматься спортом. Вред от стероидов в раннем возрасте его применения действительно есть. И он в том, что гасится выработка своих гормонов на начальном уровне. А все вы знаете, что организм до 25 лет растет и развивается. Естественно, для этого ему нужны гормоны, которые выбрасываются в огромном количестве. Химичить до этого момента, то есть начинать применять фармакологию, просто глупо. Но хватит об этом. Вернемся к нашим баранам. Так вот, даже если вы начнете принимать андрогенно-анаболические стероиды, это не гарантия того, что вы станете похожи на чемпиона. Или какого-нибудь видеоблогера, сидящего на фарме. Если вы будете копировать тренировки этого блогера, вы 100% не станете таким, если вы не принимаете ту же фармакологию, что и он. Либо какие-то подобные вещества. И это правда. Генетическая составляющая играет свою роль. А также режим вашего питания, сна, тренировок. Чемпионы пашут как лошади. Но копировать их программы, повторюсь, бессмысленно. И если вы не можете повторить на себе их режим отдыха, их режим питания, вы только будете вредить себе. Особенно если из фармакологии вы принимаете только витамины, протеины, БЦАшки. Это шутка, конечно, про то, что это фармакология. Но большинство продолжают считать это химией. Покупая при этом курицу в супермаркете, которая из цыпленка выросла во взрослую оступь за 2 недели на птицефабрике. Хотя в природе ей на это нужно 3 месяца, если кто не знает. А кстати, принимать в пищу того, кто употреблял анаборическо-андрогенные стероиды, реально вредно. Вреднее, чем самому их использовать. Да я даже не говорю еще о тех антибиотиках, которыми пичкают наших несчастных животных, которых мы потом потребляем в пищу. Поймите, из цыпленка за 2 недели во взрослую птицу, это все равно, что из дрища за год на достичь такого уровня, такого тела, чтобы выйти на Олимпию. То есть вы понимаете, да, что цыпленок был прохимичен андроген-анаборическими стероидами и естественно гормоном роста. Так в чем же вред видеоблогеров, принимающих фармакологию и учащих простых людей, как нужно тренироваться. Вы знаете, что я тренирую людей по интернету и вживую, что девочек у меня больше, чем парней, хотя парни тоже есть. Совсем недавно ко мне в ученики попросился, напросился один 18-летний парень, который уже год занимается. Но будучи недоволен своими результатами, решил потренироваться с тренером. Долгое время я не хотел его брать, потому что немножечко он какой-то мне показался мутным, что впоследствии вылилось. Не хотел его брать, так как и времени у меня сейчас не так много. А вживую все-таки на человека тратишь огромное количество времени. Хотя парень, чисто по-человечески, неплохой, хороший паренек. Но настолько прозомбирован интернет-учителями, интернет-шлаком, что просто не способен адекватно соображать вообще в плане тренинга. И это понятно, когда со всех сторон нам твердят, что вес штанги не важен, что важно чувствовать мышцу. И те, кто это говорит, довольно-таки массивны в плане мускулатуры. Я сам бы, наверное, будучи сейчас в возрасте 18 лет, задумался, может быть, действительно с этого и нужно начинать. Мне не нужно приседать, делать становые тяги, становиться сильнее. А мне нужно дрочить свои бицепсы 5 килограммами и плечи, делая концентрированные сгибания для бицепсов, разводки в стороны для дельт. И я вырасту. То, что вес не важен, а важно, чувство мышцы. Высказывание это верно только отчасти. Когда вы дошли до определенных силовых показателей, вам действительно вес снаряда может быть уже не важен. Повторюсь, при условии, если он внушителен, и от того, какие типы мышечных волокон вы тренируете в данный конкретный момент. Если вы новичок, то вам это просто бессмысленно, как мертвому припарке. Линдовер, которому я симпатизирую, как спортсмену, говорит толковые вещи. Грамотно, рассудительно. Но, не говоря, что для этого нужно быть опытным атлетом. Достичь определенного уровня мастерства, можно так сказать. Да еще и в большинстве случаев на тех людей это действует, только кто сидит на фарме. Натурал не получит от этого никакой пользы, только вред. Ибо натуралу и новичку в первую очередь необходимо думать о повышении своих рабочих весов. Линдовер спрашивает в одном из своих видео. Вот все говорят там о рабочих весах, что вес очень важен. Но какой вес, никто не говорит. Может это и не важно? Вот, ребята, вам конкретные цифры. И для Линдовера тоже. Пусть, если он когда-нибудь услышит эту информацию, выскорит свое мнение. Когда вы можете не думать о весе снаряда и сосредоточиться на работе прокачиваемых мышц, какие должны быть веса? Во-первых, вы должны легко подтягиваться в пяти подходах по 12 раз. Во-вторых, отжиматься от брусьев в пяти подходах по 30 раз. Кто из вас, приходя в тренажерный зал, способен на это? Кто из вас работает над этим? Но нет. Все бегут и начинают мастурбировать свои бицепсы. По-другому я это просто не назову. Но так и остаются на этой фазе мастурбации на протяжении всей своей жизни. Пополняя ряды тысячного человека, остающегося дрыщом. Следующее. В приседаниях вы должны садиться с собственным весом на 20 повторений. и с полуторным на 8-10 раз. Имеется ввиду вес вашего собственного тела. В становой тяге вы должны поднимать полуторный собственный вес на 12 раз. Если вы планируете натуральный тренинг, то пока вам это не под силу, даже не стоит думать о чем-то другом и отвлекаться на какие-то другие упражнения. Как вы заметили, даже всеми любимого жима лежа здесь нет. Ибо пока вы лох на брусьях и турнике, о нем даже не стоит и вспоминать. Подтягивания сделают вас реально широким, заложат на равне в плюсе, точнее, со становой тягой мощнейший стержень, мощнейшую базу в расширение вас вообще как спортсмена именно в плечевой костяк и именно в ширине спины. Только подтягивания это единственное упражнение, делающее вас широким. Ни тяга за голову, ни тяга за... ни тяга груди, вообще никакое любое другое упражнение не делает вас широким. Только толще в поперечнике. Если хотите иметь широчайшую, широченную спину, мощные дельты, которые потом уже можно будет построить на этом костяке, подтягивайтесь. Подтягивайтесь как можно больше. Всегда. Можно даже любую тренировку начинать с подтягиваний. Ну, что, ребята, а вы с чего начинаете? С тренинга бицепса и трицепса. Плюс жмете лёжа. Понимаете, почему вы были, будете и останетесь всегда дрящом. Вот о чём должен думать человек, пришедший в тренажёрный зал. Натуральный бодибилдинг начинается, если хотите, с пауэрлифтинга. С построения силового фундамента. Есть ещё умники, а хочется сказать дебилы, которые утверждают, что для начала нужно укрепить связки и сухожилия. Нет, это высказывание верно, но их логические выводы следующие просто не вписываются ни в какие понятия и рамки. Я не хочу никак высказываться грубо по этому поводу, потому что нормально сказать я об этом не могу. Что они говорят дальше? Называется безграмотная ересь. А говорят они следующее, что эти цели, то есть укрепление связок, достигаются работы в тренажёрах. О боже, простите мне моё лицемерие, ибо в Бога я не верю. Любой человек, отучившийся в университете на факультете физической культуры и спорта, что сделал я, упадёт со стула от такого высказывания. Ибо только силовая работа со свободным весом укрепляет связки и сухожилия. Запомните, только силовая работа укрепляет связки. Тренажёры никак на это не влияют. Тренажёрами можно держать мышцы в тонусе, как-то там немножечко их привести в тонус, если они не в тонусе. Но они никак не затрагивают то, что нам с вами нужно на первых порах и что нам пригодится, что нас будет обезопасивать в дальнейших тренировках. а это укрепление связок и сухожилий. Второе это то, что чувство мозг мышца вырабатывается опять-таки только силовой мощной работой на пределе возможностей. Если мой бывший ученик это слышит, несколько раз это прослушай. Только от такого стресса, получаемого организмом от силовой работы наш с вами организм, наша с вами центральная нервная система иннервирует, простите, включает в работу наибольшее количество нервных рецепторов, задействуя максимально допустимое количество мышечных волокон и естественно нервов, которые их иннервируют. понимаете весь этот бред того, что несут ноги засоряя мозги простым парням, которые потом будут ходить и обвинять во всех своих неудачах и в том, что они остались дрещами, только то, что они не применяли андрогенно-анаболические стероиды. Снова бедные стероиды будут незаслуженно обижены. А все от того, что наслушавшись наших с вами любимых блогеров, молодой парень пойдет в тренажерный зал и вместо того, чтобы начать приседать, делать становые тяги, подтягиваться и отжиматься от брусьев, он будет дрочить свои бицепсы. Когда вы достигнете определенного уровня силы, о котором я говорил чуть выше, вы достигнете определенного уровня массы. По-другому просто в природе не бывает. Вот тогда придет время тренировать еще и медленные мышечные волокна, промежуточные мышечные волокна и думать о чувстве мозг-мышца. До этого все это будет сводиться к сизову труду. Не забывайте о необходимости выброса гормонов в кровь. Для натурала это первая необходимость. Опять-таки, если вы в это не верите, это не важно. почему же тогда все атлеты колют себе стероиды, причем круглогодично. Да, если вы и этого не знали, то знайте, все проатлеты сидят на курсах круглый год. Большинство из них не делает перерывов вообще. Вы знаете, что я общаюсь со многими проатлетами. Был такой случай. После соревнований мы зашли в туалет атлить с одним из них. И он мне говорит, ну как откровение, Егор, хочу сделать перерыв, ничего не принимать какое-то время, посмотреть, что из этого выйдет. Я подумал, о, круто, интересно, наверное, речь идет о нескольких месяцах, может даже полгода, но не тут-то было. Мой друг заявил, я хочу сделать перерыв на три недели. Блин, я был в шоке, не буду это комментировать. Понимаете, три недели, для них ничего не колоть, это уже нонсенс. И даже если вы не верите в гормоновыбрасывающие упражнения, все равно вы верите и понимаете необходимость базовых упражнений, что по сути одно и то же, не важно как вы это называете. Для натурала, а тем более для новичка, изоляция до одного места, если ей не предшествует базовое упражнение. Вот поэтому, если вы насмотревшись, как тот же скоромный, я тоже смотрю его ролики в проекте Тело и Время, качает руки отдельным днем, выполняя по 4-5 подходов для трицепса и для бицепса, в каждом из упражнений, делая еще по 4-5 подходов, то есть 4-5 упражнений, 4-5 подходов для бицепса и трицепса, сами посчитайте, сколько это всего получается. Попробуйте это повторить. Мне вас искренне жаль. Ничего более тупого придумать нельзя. Вы так убьете себя, так убьете свою центральную нервную систему, восстановительную систему, что схватите жестчайший перетрен. Кстати, заметьте, тот же плюшевая борода и многие из них утверждают, что перетрена нет. А это все почему? Потому что современные атлеты позволяют себе так тренироваться, что они могут не впадать в перетренованность. И естественно, когда в вашей крови постоянно, на постоянном уровне плавают андрогенно-анаболические гормоны, инсулин, гормон роста и много еще другое, о чем вы даже не слышали, вы можете себе позволить просто качаться в удовольствие. В удовольствие, не используя больших весов, доходя до жжения в мышцах, наполняя, раздувая их кровью и будете расти. Но сравните, ребята, для себя атлетов 90-х и современных атлетов. Атлет 90-х это эталон. На него смотришь это мощь, это жесткие мышцы хороший рельеф. Сейчас каждый из вас может видеть, современные атлеты это как раздувшиеся шарики, пусть даже и немножечко рельефные, пусть даже и сильно рельефные, но невозможно построить тело, которым ты будешь впечатлен без использования тяжелой серовой работы. Продолжим. да, кстати, от той тренировки, которую я только что описал, ваши руки только уменьшатся. И после этого вы какое-то время вообще тренироваться не сможете, потому что будете ходить в постоянной усталости. Не забывайте, что малые мышцы требуют меньшего объема работы, если можно так сказать, по сравнению с крупными. потому что то, что подходит для крупных мышц, убьет малые. То же самое касается и времени самой тренировки. Я просто в шоке, когда все проатлеты, как один, сидя на фармакологии, смеются о необходимости тренироваться не дольше 50 минут. Ребята, речь именно о силовой части тренинга. Это не значит, что вся ваша тренировка 50 минут идет. Туда не входит в эти 50 минут ни разминка, ни заминка, ни какие-то ваши еще дела. Силовая часть тренинга, когда вы начали уже после разминки хорошо качаться, не болтая между подходами, не сидя в телефоне, не должна превышать 50 минут. Потому что после 50 минут, это научно обоснованно доказано, в организме начинают вырабатываться катаболические гормоны, а не анаболические. Кто не знает, что такое анаболизм и катаболизм, погуглите. Это первое, о чем вы должны все знать. Конечно, нашим героям смешно, ведь их крови постоянно циркулируют все необходимые гормоны. И при их манере тренинга можно тренироваться и по 3 часа, и по 3 раза в день, что некоторые делают. Но для нас с вами это просто неразумно. Если вы натурально тренирующийся атлет можете выполнить с первым если вы натурально тренирующийся атлет и можете выполнить с перерывом в одну полторы минуты с одним и тем же весом при одном и том же количестве повторений более одного подхода, то вы просто обманываете себя. И вовсе это не был для вас по-настоящему рабочий подход. А если еще и не один а два три четыре то вы понятия не имеете о том как тренироваться. С вами даже не о чем разговаривать. Об этом мало кто говорит. Но все нами любимый Арнольд Шварценеггер выполняя рабочие подходы в том же жиме лежа понижал количество повторений с каждым новым рабочим подходом либо оставляя повторения на прежнем уровне понижал вес штанги на 10-15 процентов. Про Дорио наядца я уже и не говорю. Кто знаком с его тренировками понимает о чем идет речь. Вернемся к рабочим весам. Если они не важны зачем тогда вообще вы ребята берете их в руки. Сидите дома сгибайте руки ноги. Я кстати прекрасно чувствую сейчас работу мышц даже при такой манере движения. Я могу прочувствовать практически любую мышцу без веса. Вовсе без веса. Но как я к этому пришел? На каком я сейчас уровне после 25 лет своего тренинга? Но даже сейчас вы верите в то, что можно чувствовать работу мышц, а я могу довести и бицепс, и дельту, широчайшую, без веса. Конечно займет на это больше времени, дольше, больше количество повторений, но я могу ее довести до сильнейшего чувства жжения. То есть по логике я могу тренироваться дома, не тратить деньги на тренажеры и залы, даже не покупать себе гантели. Это ваша логика, ребята, это не моя. вспомним самых больших бодибилдеров сейчас в истории. Кто приходит на ум? Дориан Яц, Рони Коллиман, не будем давайте остановиться на этих. Все они были приверженцы тяжелого силового тренинга и всегда говорили об этом. Что же утверждают люди, большинство видеоблогеров, что вес снаряда не важен. Так что Дориан и Коллиман были полными дебилами, когда старались ворочать и ворочали просто неподъемными для нас с вами весами. Многим даже подумать страшно о тех весах, которые использовали они в своих тренировках. Это всегда на виду для тех, кто думает головой, а не жопой, ребята. Самые большие, самые мощные атлеты нашего с вами движения под названием бодибилдинг это самые сильные ребята. А посмотрите, как тренируется Декстер Джексон, которому 46 лет. И он в этом возрасте выиграл Арнольд Классик последний. Дум думайте ребята головой, повторюсь. В одном ролике Линдовер рассказывает о тренировке рук и приводит в пример этого самого Декстера Джексона, который качает бицепс, полностью сосредоточившись на его работе и ощущении мозг мышца. И ему не важно, что вес небольшой, слушайте дальше, всего-то 35-40 килограмм гантелька. Боже, ребята, стоп! Неужели все мы с вами качаем руки такими легкими гантельками? Да большинству такой вес не покорится в работе на руки в 12-15 повторениях никогда в жизни. Нет, ну правда, реально смешно слушать такое от уважаемого человека. Я понимаю, когда спортсмен связан контрактом и не может говорить о применении стероидов, но тогда и не нужно давать советы о тренинге для новичков и натуралов. Выкручиваетесь как-то, обходите эти подводные камни. Это убивает наше движение. Не нужно вводить людей в заблуждение, нести ересь. Нужно находить возможности и способы уходить от этого. Возьмите для примера того же Рич Пиано. Даже будучи в команде монстра, он всегда не скрывал применение анаболических стероидов. За что ему отдельное спасибо и уважение. Ибо это правда уже заставило многих задуматься, а подходит ли мне человеку, не использующему никакой фармакологии тренировки этого большого парня. тем более кто не знает он на синтоле. Я говоря о своем мнении о стероидах не буду высказываться негативно о них и если речь идет о профессиональном спорте или когда вам уже за 35 лет просто природа наша так нас подвела к этому. Я за применение, за разумное логическое применение андрогенных анаболических стероидов. Но синтол это отдельная тема, которая по-моему вообще не должна быть в нашем спорте либо где-то еще. Это мое мнение. Вы свое мнение можете оставлять в комментариях. Вернемся к моему новому ученику бывшему. Он выдержал у меня на тренировках всего полтора месяца. А за год он не мог ни подтягиваться ни отжиматься от брусьев. Причем постоянно пытался добавлять в наши с ним тренировки, видоизменять, новые упражнения, какие-то либо отсебятин унес, что-то еще. То есть работать с ним по моей программе он мне не дал даже больше одной недели. За эти полтора месяца по моей программе мы не тренировались больше недели. хотя все вы знаете мои советы я их бесплатно даю. У меня четыре больших статьи, четыре больших ступени для каждого уровня. Начиная с нулевого вы можете пошагово пройти и судя по комментариях в видео и по моим ученикам на всех это действует. Реально на всех. Я не говорю что это самая лучшая идеальная самая правильная методика. но я к ней пришел и она помогает людям. Значит она действенная на рабочее. Возможно кто-то найдет что-то более продвинутое я не знаю и честно говоря сомневаюсь. В итоге он обвинил меня и мою систему без грамотности. Хотя рядом с ним на его глазах тренируется другой мой ученик который тоже с полного нуля причем он был очень сильно болел в детстве страшные формы у него были сколиозом даже лежал в больнице в реанимации когда-нибудь я сниму о нем ролик когда мы год хотя бы занимаемся мы потихонечку делаем видеосъемку чтобы вам было интересно потом показать это именно в процессе в разрезе за год а не так вот что начали там и что я якобы не понимаю что бодибилдинг это работа мышц а не сила и можно вообще качаться как угодно главное чувствовать мышцы ну мы об этом уже чуть выше поговорили да и сказав это пошел делать махи с гантелями в стороны еле-еле одолевая в 12 повторениях в первом подходе гантельки в 6 килограмм ой друзья продолжайте так дальше качаться возможно что-то когда-то накачаете но о связке мозг мышцы даже не думайте единственное на что можете рассчитывать это на связь мозг кость поймите наконец всю бредовость того что происходит и главное бодибилдинг это не работа мышц это не работа на силу на массу на рельеф бодибилдинг культуризм атлетизм называйте это как хотите это возьмите блокнотики запишите себе работа головой и пока вы не начнете ею работать вы так и будете оставаться дрищом а для меня дрищ понятие не физическое человек который ходит тренируется пытается развиваться не может быть дрищом понимаете о чем я говорю для меня дрищ это понятие схожее наверное с дебилом еще один пример из наших с ним тренировок делали мы приседания в классической стойке широкой постановкой ног для развития силовых показателей и он заявляет что не чувствует работу мышц в приседе нужно поменять технику или стойку потому что мышцы не работали а на мой вопрос если не работали мышцы то извини меня когда как ты смог вообще выполнить приседания это сложное многофункциональное действие где задействовано огромное количество суставов как ты с тяжелым весом присел на 5 повторений ну относительно с тяжелым для него что работало тогда по твоему мнению и ответ его меня убил он сказал суставы понимаете человек настолько не образован настолько глуп но замучен глупыми советами этих блогеров что реально верит что движение в суставе может происходить без участия мышц я даже примера тупости такой не могу привести нашими с вами костями суставами вообще нашим с вами организмом управляют мышцы конечно получая сигналы от центральной нервной системы это сверх моего понимания люди не читают книг по анатомии физиологии про биомеханику и биохимию я уже даже не говорю но слушает советы о том что вес в упражнении не главен что главное чувствовать эту долбанную мышцу которой вообще у него просто нет развивайтесь ребята читая нужную литературу невозможно стать образованным слушая кого-то по интернету ну разве что если это не силуянов или какой-нибудь другой человек любой учебник по физиологии даст вам больше понимания чем любые советы в тех же роликах нашего с вами уважаемого скоромного который вы смотрите и я который смотрю развивайтесь как лучшие наши бодибилдеры посмотрите на Лисукова он знает и понимает такие вещи о которых все мы остальные блогеры даже не слышали а должны были с первых шагов послушайте мысли и рассуждения Федорова слушая этих ребят сразу видно что прочитали они не одну книгу что голову они используют по назначению а не для того и результат на лицо на тело на мышцы как говорится такие как мой бывший ученик как раз и позорят наше движение в целом ведь после его рассуждений и понятий ничего другого у здравомыслящего человека не отложится и он будет думать и будет уверен обоснованно уверен что все качки тупые конечно моя вина как тренера в этом есть ведь не бывает плохих учеников да я не смог ему донести все его заблуждения и направить на путь истинный за эти полтора месяца я чувствую ответственность за это он так и останется на уровне недоразвития мечтая почувствовать связь мозг мышца правда в его случае это будет как я уже говорил связь мозг кость в лучшем случае мозг сухожилия но это еще не все он обещал вернуться через полгода и показать мне в какой он прекрасной форме что ж я буду только рад если он как-то сможет доказать и глядя фактом в лицо я скажу ребята я не прав можно качаться используя пять килограмм и стать здоровым но сейчас для меня это звучит как полный бред ничего другого на эту тему я сказать больше не могу ну как он может измениться за эти полгода объясните мне если он до этого год уже тренировался и не добился ничего не научился приседать не научился делать становых тяг о чем это говорит что он их не делал не может подтягиваться и отжиматься о чем это говорит о том что он этого не делал чего он достигнет еще за эти полгода да даже за пять лет Чего вы достигнете Тренируясь таким способом Жаль мне таких ребят Но вы надеюсь Теперь понимаете Кто в этом виноват Чьих советов нужно слушаться Как себя вести в тренажерном зале Дома Что изучать На чем делать акценты Разумно будет спросить Почему нам нужно слушать тебя Чем ты То есть я отличаюсь от других советчиков Я скажу ребята Слушать нужно всех Но думать головой Делать правильные логические выводы Обоснованные выводы Через призму здравого смысла Я отличаюсь тем От других Что имею опыт тренинга Как на фармакологии так и без И я это не скрываю Причем Более чем за свой 25 летний опыт В натураху я тренируюсь Гораздо больше И дольше Чем на фарме Я понимаю Отличия от тренинга На стероидах И без Я закончил университет В факультете физической культуры И спорта Я постоянно развиваюсь Самообразовываюсь Как физически Так и теоретически По крайней мере Мне хочется в это верить Что все то что я делаю Изучая ежедневно Все что только можно Идет мне на пользу Но с вами делюсь Преимущественно практикой Мне уже Пошел пятый десяток Я по прежнему тренируюсь Имею неплохие силовые показатели Кстати Когда я тренировался На фармакологии Мой лучший показатель В жиме лежа Был 180 кг на 7 раз На это есть свидетели Когда я 6 лет вообще не применял ничего Я жал 140 на 6 раз Почему я вам привожу эти цифры Потому что Все вы любите Жим лежа Но Уже в возрасте 15 лет Я подтягивался 10 подходов По 10 раз Я отжимался По 50 раз В 5 подходах С трудом Но я это делал К 20 годам Я Делал становую тягу На 150 кг К 21 году Я уже 200 делал Вот То На что я делал Основную Нагрузку Основную Упор основной Вот на эти упражнения Немножечко позже Я стал приседать Но это Я думаю Тоже неплохо Потому что Когда я пришел К приседаниям Я уже укрепил Свою спину А вы знаете Из моих ранних Статей И видео Уроков Что Спина это первое Что нужно развивать И от спины Зависит уже Все остальное У мышц Есть рейтинг И спина В этом рейтинге На первом месте Если вы не знакомы С этой информацией Советую вам Настоятельно С ней ознакомиться Это избавит вас От многих Проблем И ошибок Также Советую Изучить информацию О Бредовой идее Называется она Теория Типов Мышечной конституции То есть Кто-то Эктоморф Эндоморф Мезоморф Это полная чушь Придумал это Психотерапевт И Работает она Только На питание Тренироваться Мы все с вами Должны одинаково Все Принципы Физиологические Анатомические Биохимические Действуют на нас Одинаково Не важно Кто вы Повторюсь Эктоморф Эндоморф Мезоморф А вот питание В зависимости От типа Должно Корректироваться Индивидуально Под вас Все вы Прекрасно знаете Что еще Пять лет назад Я не мог Вообще Приседать И выполнять Становые тяги Так как Получил Серьезнейшую Травму Приведшую К межпозвоночным Грыжам И протрузиям Во время Выступления На соревнованиях По стронгмену Даже лежать Без боли Не мог Врачи Не помогали Даже Семь Сильнейших Таблеток Обезболивающих Я уже На тот момент Жил в Америке Не помогали Я понял Что нужно Самообразовываться Самолечиться Двигаться В этом направлении И Довольно таки Быстро Нашел Изучил Все что только мог Сегодня я Снова тяну За 200 Приседаю 180 на 9 раз Все это Вы видите В моих роликах И Учу вас Как это делать Я делюсь с вами Своим опытом И я бы этого не делал Если бы мне Ежедневно Не приходили 2-3 Благодарственных Отзыва Мне приходят Именно О моей гимнастике О моем подходе О том Как это помогло Ребятам Вернуться К тренировкам Вообще К нормальной Жизнедеятельности Мне Очень Приятно Что мой опыт Помог Поверить в себя И вернуться К тренировкам Вам Ребята Давайте Вспомним Факторы Которые Необходимы Для роста Мышц Благо Современные Исследования Помогают Нам в этом Давая Четкое Понятие О 4 Необходимых Факторах Для синтеза Белка В клетке Для ускоренного Синтеза Белка В клетке Первое Это повышенная Концентрация Анаболических Гормонов В крови Сразу Понимаете Если у нас С вами Нет этой Концентрации Если мы Ее в себя Не колем Извне Не принимаем В виде Таблеток То Мы Испытываем Уже Определенные Проблемы То нам С вами Просто Необходимо Начинать Тренинг С базовых Упражнений С гормонов Выбрасывающих Упражнений Второй Фактор Это наличие Невикислот В клетке Третий Повышенная Концентрация Свободного Креатина В мышечном Волокне И Концентрация Ионов Водорода Рост силы Связан С совершенствованием Процессов Управления Активностью Мышц Либо Ростом Числа Меофибрил В мышечных Волокнах А вы Уже Знаете Что оба Этих Процесса Достигаются Именно Силовым Тренингом Увеличение Числа Меофибрил Приводит Одновременно К возрастанию Их плотности В мышечных Волокнах А затем К увеличению Поперечного Сечения Изменение Поперечного Сечения Может Также Быть Связано С ростом Массы Метохондрий Запасов Гликогена И других Органел Обратите Внимание Что у Тренированного Человека В поперечном Сечении Мышечного Волокна Меофибрил И Метохондрии Занимают Более 90% Поэтому Основным Фактором Гипертрофии Являются Увеличение Числа Меофибрил В мышечных Волокнах А значит И рост силы Таким Образом Цель Силовой Подготовки Увеличивать Число Меофибрил В мышечных Волокнах Этот Процесс Возникает При ускорении Синтеза И при Прежних Темпах Распада Белка Факторы Обеспечения Данного Процесса Я Привел Чуть Выше За что Спасибо Виктору Силуянову Его Работам Более Подробно Об этом Вы можете Прочитать Во многих Научить Вас Правильно Тренироваться На начальном И среднем Уровне Понимать Что и зачем Вы делаете Давайте Отойдем От сложных Процессов Протекающих В нашем Организме И просто Поразмышляем Логически Для чего Нам с вами Нужны мышцы С точки зрения Жизнедеятельности Совершенно верно Для того Чтобы мы Перемещались В пространстве И двигали Нашими Суставами Без мышц Это просто Невозможно Без мышц Двигать Суставами Это просто Библейское чудо Сравнимое Разве что С непорочным Зачатием Для того Чтобы осуществлять Все эти действия Нам не нужна Супер Огромная Мышечная Масса И организм Никогда Не даст Вам ее Набрать Если вы Не будете Выполнять Определенных Действий Чтобы Взбить Его с толку Ведь он Как супер Компьютер Работает По заложенной В него Программе А его Программа Говорит о том Что Излишняя Мышечная Масса Это Излишние Энергозатраты А это Не есть Хорошо Для нашего С вами Организма Изменить Эту программу Можно С помощью С помощью Стероидов Ведь на фоне Их применения Даже без Изменения Активности Жизнедеятельности И рациона Питания Процентное Соотношение Жира К мышцам Сокращается А если Вы будете Еще и Тренироваться Еще и Грамотно Да правильно И рационально Полноценно Питаться То мышцы Будут Увеличиваться А жирок Таять Это к тому Вопросу Что стероиды Не важны Да они важны Настолько Что без них Вам никогда Не стать Таким монстром Как современные Проатлеты Хотя многим Из вас Этого И не нужно Вовсе Я понимаю Но факт Остается фактом Стероиды Делают вас Существом Из другого Мира Меняя В вас Скорость Протекания Процессов В организме Да и Сами Процессы Меняются А как же Тогда натуралу Обходить Эту заложенную В организм Программу Чтобы наращивать Мышцы Нужно Работать с Железом И работать Тяжело Махи Гантелями По 6 Килограмм Никак На это Не повлияют Единственный Путь Это становиться Сильнее Чтобы ваши Мышцы Испытывали Постоянную Тяжелую Работу На которую Они будут Отвечать Ростом силы А при Грамотном Питании И ростом Массы Этот факт Который Никто еще Не опроверг Нельзя Без применения Астероидов Стать сначала Большим А потом Сильным Никак Только наоборот Через силовые Показатели Можно стать Больше И работать Работать В таком Режиме Нужно До того Уровня Пока Вы не Достигнете Силовых Показателей О которых Я говорил В начале После этого Можно И нужно Тренироваться Циклически Периодизируя Тренировки По принципу Различия Мышечных Волокон Но при этом Все равно Увеличивать Силовые Показатели Для чего Ваши Тренировки Помимо Массы Окислительных Гликолитических Промежуточных Мышечных Волокон Должны Носить И силовой Характер Работы Следующий Очень важный Момент Для натурального Атлета Невозможно Прогрессировать В росте Силы В большом Количестве Упражнений Поэтому Необходимо Тренироваться По сокращенным Программам Нередко Как большинство Это понимает А так Чтобы заодно Тренировку Было не больше Двух-трех Упражнений Тогда Вы сможете Выкладываться По полной В каждом Из них Если будет Больше Вы просто Будете Распылять Свои усилия Вместо Того Чтобы Сконцентрировано Бить В одну Точку Достигая Своих Целей Самые Главные Движения На начальном Этапе Приседания Становая Тяга Брусья И подтягивания Четыре Данных Упражнения На которых Необходимо Заострять Ваше Внимание На этапе Роста Силовых Показателей При этом Вы будете Становиться И больше И шире Именно Это Тот Базовый Фундамент Вокруг Которого Вы потом Построите Свою Мышечную Массу Либо Останетесь Дрещами Выбор Выбор Всегда За Вами Это Как В строительстве Дома Большой Хороший Фундамент Это Качество Дальнейшей Стройки Качество Всего Дома В целом Помните Об этом Помните Также Что основная Часть силовой Тренировки Не должна Превышать 50 минут Максимум После Этого В организме Процессы Катаболизма Начинают Преобладать Над процессами Анаболизма Повторяюсь И вся Последующая Тренировка Будет Бессмысленной И перечеркнет Ранее Проделанную Сегодня Работу Ясное Дело Что те У кого В крови Постоянно Плавают Гормоны Введенные Извне Смеются Над этим Мы с вами Не должны Обращать На них Никакого Внимания Это Другие Существа На которых Действуют Другие Законы Зарубите Себе На носу 50 минут Силовая Часть Тренировки Плюс Время На разминку И заминку Никогда Не растягивайтесь Между подходами И упражнениями В следующий раз Я расскажу Почему Только Вечером Перед сном И очень Легко Сразу По окончанию Тренинга Используйте Классическое Кардио Только Как разминку И заминку К силовой Тренировке Кардио Классическое Долгое Монотонное Пережигает В основном Мышцы Которых У нас и так Мало Понижает Иммунитет И на самом Деле Замедляет Метаболизм Увеличивает Метаболизм Она только В момент Его выполнения Силовая Работа Увеличивает Метаболизм Еще 12 часов После Ее окончания Если Вы будете Проводить Много Времени На дорожке Или В другом Кардио Оборудовании Вы никогда Не накачаете Мышечной Массы А будете Ее только Жечь Естественно Химики Говорят Обратное Но я уверен Понимаете Почему Получилось Довольно Много И думаю На этом Мы сегодня Остановимся Услышимся В следующий раз В видеороликах Или увидимся В наших Статьях Не забывайте Оставлять Комментарии Чтобы материалы Были полезнее И интереснее Для вас Пишите О чем Вы хотели Узнать В следующий раз И понравился Ли вам Формат Данного Видео Или лучше Мне все таки Разбивать Его на Более Короткие Промежутки Времени Следи за техникой И будешь Всегда здоров И силен Это Основа Залог База Долгих Грамотных Тренировок Это канал Heavy Metal Gym Специально Для вас Если вам Что-то непонятно Или у вас Возникают Какие-либо Вопросы Пишите Их в комментариях Я на все Отвечаю А с вами Ребята Мы увидимся В тренажерном Зале Всем пока Продолжение следует...